Мы знаем, вы слушаете радио Болткома Утро на Болткоме Продолжается утро на Болткоме, 6 мая на дворе В студии Александр Шунин и Олег Пек Олег сегодня тоже на удаленке Ну, мы экспериментируем, мы пробуем технику И к нам присоединился первый гость Владелец ресторана Армении Артема Сатрян Почему мы будем говорить с Артемом? Потому что завтра, 7 мая, можно рестораторам Согласно решению недавнему Сейма Начать обслуживание клиентов на открытых террасах Ну, вот насколько приветствуется это решение Насколько сфера готова Насколько хотят нас с вами поить и кормить Об этом мы поговорим с Артемом Артем, доброе утро, вы нас видите, слышите? Да, доброе утро, вижу, слышу Прекрасно А первая ваша реакция, когда вы узнали об этом решении Сейма Вы обрадовались, вы озаботились, вы вообще готовы начать принимать клиентов Обслуживать их на террасах, как ваши коллеги тоже? Ну, все, естественно, обрадовались И клиенты, и рестораторы, и коллеги, кто, понятно, у кого кафе, рестораны, неважно Гостиницы Все обрадовались Ну, да, конечно, озаботились, потому что У кого-то терраса была на складах, надо было забирать Но и погодные условия тоже не совсем благоприятные были Там в понедельник мы начали собирать, был дождь Но, в принципе, благодаря как бы усилиям команды Нам получилось, в принципе, сделать это И многим, я смотрю, по городу тоже это получилось Многие собраны на террасе Уже многие пишут на Фейсбуке, что начинают принимать резервации Даже некоторые заведения, которые работали только на вечер И как бы такого барного стиля Они готовы принимать резервации уже с 8 утра А действительно столько, очень много желающих То есть тут уже есть, сразу появилось Сейчас, вот последние полгода я наблюдаю, что люди прямо Ну, гости особенно, они очень прямо ждут открытия И у нас, в принципе, на неделе вперед очень много резерваций Люди прямо, ну, я уже так смеюсь, как будто в оперу собрались Мне кажется, будут одеваться по-другому Ну, потому что какой-то такой гости даже, мне кажется Не то чтобы больше, но они не сильно меньше хотят, чем рестораторы Потому что все хотят уже покушать нормально, расслабиться Вот я вчера с товарищем разговаривал Говорят, ну, да, как бы все хорошо Но устал дома кушать из боксов или там в машине, в парке Ну, как бы многие хотят просто расслабиться с семьей, там, с друзьями Скажите, пожалуйста, понятно, что вам будет легче работать и больше заказов Но что касается исполнения каких-то санитарных норм Ограничений никто не отменял, и за стольком определенное количество И, кстати, давайте подчеркнем, сколько можно собираться на террасах Понятно, при соблюдении режима вот этих двух метров Насколько мне известно, может быть, ситуация будет меняться Но, насколько мне известно, это четыре человека из одной семьи Одного домохозяйства и расстояние два метра Ну, такие ограничения были и в прошлом году, в принципе, летом Все это так проработали, в принципе, работала терраса на половину мощности Но благодаря тому, что терапия была пешеходная, в принципе, заполняемость была достаточно хорошей Ну, в принципе, пока что ограничения это четыре человека за одним столиком Ну, если семья, наверное, пять человек, вот у нас там резервация Семья пять человек, я буду, честно говоря, узнавать Наверное, может быть, там семья с тремя, муж с женой и трое детей Но вряд ли, наверное, будут, как бы сказать, одному ребенку садись на отдалении Ну, хочется надеяться, да, а то как-то бесчеловечно получится Пару недель назад представитель Ассоциации рестораторов был у нас тоже в эфире гостем И перед тем, как обратиться в Сеймут, он разговаривал с нами, с Олегом Одна из идей этого обращения, основная идея была такая Ну, заход достаточно хитрый, разрешите нам работать на террасах Не потому, что мы хотим больше денег заработать, что вполне естественно для бизнеса А мы хотим меньше использовать одноразовые посуды Потому что сотни тысяч тарелок, вилок и прочие вот эти вот одноразовые ерунды И все это отражается на онкологии Артем, вы действительно планируете обслуживать с нормальной человеческой посуды? Вот фаянсовую, там, стеклянную, какую еще? Или все-таки будете выдавать тоже одноразовое? Ну, я не конкретно про ваш даже ресторан В целом, по отрасли? Ну, по отрасли я думаю, что даже, мне кажется, люди и до этого были готовы Покушать не из пластмассовой посуды, потому что, ну, реально Все устали от этих пластиков Но что касается заработать больше или меньше К сожалению, заработать больше сейчас не получится Потому что ресторан будет работать не на все мощности Ну, и у нас, я думаю, что мои коллеги тоже не дадут соврать Что сейчас речь идет не о том, чтобы заработать больше Сейчас главное, что многие, слава богу, удержались на плаву И даже некоторые заведения открылись новые И из новых игроков, не рестораторы, а из других сфер открывают Несколько заведений Но просто удержаться на плаву, потому что гости Вот в прошлом году, допустим, летом Гости боялись ходить в рестораны Там финансовые опасения были А сейчас люди, ну, большинство, кто может себе позволить Конечно, необязательно в рестораны Просто попить кофе Это уже как бы люди Ну, у них есть какое-то такое супер-желание большое Поэтому, как бы, эти две стороны И гости, и заведения Они движутся как бы в одном направлении Ну, надеюсь, все эти ограничения нас обойдут скоро А скажите, вот цены, они останутся на прежнем уровне Или вот это все-таки расходы, которые будут необходимы На оборудование террасам со всеми ограничениями Они тоже, ну... Я думаю, что цены где-то будут даже дешевле Мы на некоторые позиции даже поменяли цены Ну, дешевле, где-то получилось подорожать Потому что продукты эти подорожали А, в принципе, расходы на оборудование террасы Ну, они каждый год одинаковые, плюс-минус Ну, там, ленточки поставить или запрет на посетение Ну, что хорошо, что на все эти ограничения в этом году Ну, пусть с кем я не разговаривал, с гостей Все готовы, ну, чуть ли не в шубах сидеть Но лишь бы дать посидеть Не обязательно там Не то, что там кто-то хочет застолье устроить Просто хотят там кофе попить Я сам элементарно, честно говоря, жду сам Просто попить кофе Потому что, ну, это другой эффект Когда ты сидишь спокойно, расслаблено Напоминаю, с нами Артем Асатрян Владелец ресторана Армения Мы говорим о том, как изменится ресторанный бизнес Буквально завтра Потому что завтра, согласно решению Сейма Могут начать обслуживать рестораторы на террасах Олег, по-моему, я прервал тебя Был вопрос? У меня еще был вопрос Связанный вот с тем, что Сейчас скажу Ну, вот про цены мы уже поговорили А вот насколько долго можно будет сидеть на террасе Учитывая, что все-таки Я понимаю, что будет огромное количество желающих Вот так вот покайфовать Там с чашечки кофе Или, может быть, там приятный какой-нибудь шашлычок Съесть вот на природе Вот не будет ли ограничений по времени? Если я вот видел на фейсбуке, допустим, ребята, коллеги Некоторые выставляли, что ограничения по времени два часа Но я скажу честно Пока не думал насчет ограничений Ну, просто человеческих побуждений Потому что у нас терраса достаточно большая Мы не хотим ограничить Ну, конечно, будут, наверное, столики Которые будут два часа сидеть, пить кофе Но, в принципе, если Сейчас, как бы, общаясь с гостями Которые, там, принимали резервацию Они, как бы, готовы на все, как бы, условия Лишь бы, ну Пожалуйста, дайте хоть там веселье покушать Попить кофе И мы, ну, что скажете, то мы будем делать Сейчас такое, как бы, время Что гости Ну, когда есть такое правило Клиент сведоправ Сейчас, наверное, оно в какой-то момент Наверное, может быть, месяц-два Или недели-две Я не знаю, как получится Гости очень лояльны И послушны, что ли, наверное, будут Потому что, как бы Раньше было все время там Я гость, я всегда прав А сейчас немножко Типа, пожалуйста Ну, типа Мы все понимаем То есть относятся очень сильно с пониманием Это важно И это радует Ну да, тоже, чтобы На самом деле толкучки не возникало Потому что в очереди же будут стоять А, господа, у нас есть звонок Из прямого эфира Давайте попробуем его принять Алло, доброе утро Да, доброе утро Вопрос вашему гостю Скажите, пожалуйста Прокомментируйте, пожалуйста Эти слухи, связанные с продажей алкоголя Которые появились недавно Что он будет запрещен на террасу Спасибо Спасибо Да, действительно Министр здравоохранения Сказал, что Ну да, наверное Позволим работать Но с одним условием С двумя До девяти часов вечера И без продажи алкоголя Артем Знаете, я Шутку всегда как бы Комментирую Но команда тоже Когда спрашивает какие-то вопросы Я Так как я, к сожалению Не могу на них ответить Точно Потому что Я называю это зону турбулентности Потому что В любой момент Руководство страны Может принять решение Как ограничить вообще Работать на террасах Потому что И времени могут ограничить Алкоголь Но Как я уже в предыдущий раз сказал Что Даже если будут ограничения Продавать только кофе Или только там мясо Или только соки То Возмущения не будет Ну Ну так скажут Мы будем так работать Мы почти год работали все Просто На вынос По телефону Да Ну как бы Поэтому Ну как скажут Так сделаем Будем стараться Чтобы все как бы Было во благо страны Ну как А как же делать Во благо страны Во благо клиентов По-моему есть еще один звонок Давайте попробуем принять Алло Доброе утро Доброе утро Здравствуйте А я про алкоголь хочу сказать Я девушка древних времен И я помню советское время Там где нельзя Не подавали алкоголь Люди приносились с собой Мы тоже иногда так делали Ну и как вот проследят Что пришел человек Со своим алкоголем Пьет он коньяк Или чай Спасибо Спасибо большое Вот такое приятное Утреннее настроение Ну была такая шутка Даже вчера там С гостями разговаривал Ну шутка Говорит что типа Будем заказывать кофе И наливать туда Ну стакан Вино Ну это как бы Шутки шутки Но к сожалению Пока нету Четкого плана Ни запретов Ни разрешений Ну конечно Да и до этого Люди Под шумок Здесь Хотели принести Свой алкоголь Ну сейчас наверное Ну такие штрафы просто Что мне кажется Нет смысла Ну я не знаю Как будет проверять Если вообще Этот будет закон О запрете Ну да Дождемся на самом деле Как будет Так будет Ну если гости Будут сами На свою ответственность Как бы так себе Рисковать Ну штраф Хотя будет и нам И гостям Но надеюсь Что как бы Гости будут Как бы послушные И такого не будет Потому что Ну все хотят Чтобы и завтра И поздавтра Прийти тоже в ресторан Или в кафе Ну да То есть они сделают Подлость Не только там себе Но и другим людям Которые может быть Ну хотят отдохнуть завтра Да И попадаются Из этого заведения Артем Напоминаю с нами Артем Сатряна Реставрян Армения Обсуждаем Вот это вот Полуразрешение Властей Работать И обслуживать Клиентов На террасах Заведением Общепита За что на самом деле Большое спасибо Потому что Большой шаг Ну там Маленький шаг Для человечества Но большой шаг Для всех рижан И жителей других городов И главное Представителей Ресторанного бизнеса А в прошлом году В Вильнюсе Если я не ошибаюсь Можно было Открыть летние террасы Вообще бесплатно Не было никаких налогов Не пошлин Городу имеется ввиду И в этом году Рижская дума Вроде тоже пошла Навстречу Рестораторам Было ли проще Открыть Действительно В новом сезоне Террасу Артем У нас К сожалению Или к счастью Терраса Стоит на частной территории Поэтому Не могу сказать Какие-то послабления Но Я еще террасу Не поставил Вчера получил уже счет На оплату его Но в принципе Мне сделали скидку Спасибо владельцу А насчет Общем В общем Рижская дума Насколько я знаю Да Делала очень много Послаблений И в плане согласований И в плане тарифов По-моему Даже бесплатно Скажу Честно Я не имею опыт В этом плане Не согласовывал сам Но Знаю что Многие получили Как бы Бесплатные места И очень Лояльно Относятся Как бы Рижская дума К согласованиям Потому что Все-таки Сами Работники Рижской думы Наверное хотят Тоже Чтобы в городе Было Активное И движение Было Кафе Работали Но это Тоже Определенный Натураж Города Да И вот Вопрос Конечно Связанный С тем Насколько Для отрасли Вы ощущаете Все-таки То что Это шаг Который Может Помочь Отрасли Выжить И пережить Еще один Тяжелый год Ну Надеюсь Что еще одного Тяжелого года Такого не будет Потому что Нет Я имею ввиду Это до конца Я говорю Что сейчас Речь Не идет О заработке Сейчас Речь идет О том Чтобы Пережить его Надеюсь Что лето Все-таки Будет Хорошее Потому что Прошлое лето Было Достаточно Активное Ждем Что вакцинация Будет И Смотрю Что Некоторые Авиакомпании Уже Открывают Рейсы Будет Наверное Сейчас Когда вакцинируется Много Поселения Будет Наверное Активность Но все равно Будет Этот год Все равно Будет Такой Не такой Как было Прошлые года Конечно Но Лучше так Потому что Сейчас Еще большая проблема В том что Многие из этой сферы Работники Перепрофилируются У меня У меня Несколько Несколько Людей Работников Понятно Что Они не могут Ждать Вечности Перепрофилируют Кто-то В стройку Кто-то В айтишнике Кто-то Ушел в юристы Их тоже Можно понять Поэтому Эта сфера Тоже Хоть с такими Наплывами Но Надо Держать Надеемся Что Продержатся Все Судя по Количеству Ресторанов В городе Слава богу Что Многие Продержались Ну в принципе Можно говорить О каком-то Кадровом Голоде О дефиците Работников Ну пока К сожалению Нет Такой Проблемы Или к счастью Может быть Но Посмотрим Сейчас откроемся Ну я же Мы Раньше работали Шесть дней в неделю Сейчас думаю Открываться Пять дней в неделю Но По количеству Резерваций Я как бы вижу Что Надо работать Семь дней в неделю Я вчера Как раз С коллегами Разговаривал Что будем Работать первый Там Месяц Каждый день Ну пока Гости Не насытись Скажем так Будем дальше смотреть Пока Кадрового голода Нету Потому что В любой момент Могут Как бы Поставить Очередные Ограничения Ну и будем Сидеть на планшетах На телефоне Ну Но будем Надеяться Что Вакцинация Действительно Поможет Потому что Я вот Представляю себе Что например Для вакцинированных Может быть Можно было бы Отменить ограничения Что если все Вот Собираются Компании Где все Вакцинированные То можно было бы Ну без ограничения За одним столом Например Это нам К сожалению Не решать Поэтому Мы только Ну да Скорее всего К этому мы Придем Кадрового голода Нет Зато есть Простой Нормальный Общечеловеческий Голод Огромное спасибо Артему Ресторан Армения Был с нами В эфире Мы говорили о том Как отрасль Готовится К завтрашнему дню А завтра В пятницу 7 мая Можно начать Обслуживать Клиентов Предприятием Общественного питания На террасах И вот Артем рассказал Что в принципе Он и его коллеги Готовы И Рижская Дума пошла Навстречу И в этом сезоне Облегченные условия Открытия террас Так что пожелаем Удачи Рестораторам И поможем Нам вкусно Поесть Попить А людям Заработать На этом денег Что ж Возвращаемся Еще пол шажочка Пол шажочка Сделаем К возвращению Нормальной жизни Артем Огромное спасибо Удачи Успеха Всего доброго Олег Мы делаем паузу И возвращаемся В эфир У нас будет Новый гость Мы подведем итоги Кстати Одной очень интересной акции На прошлой неделе Латвийский национальный музей Пускал живых людей Прямо в музей По предварительной записи Ну разумеется Там по два человека Можно было ходить И у меня например Была тоже запись Подведем итоги Вот с представителем Художественного музея Этой акции И поговорим о том В принципе Можно ли этот опыт Перенести На другие музеи Утро на балконе Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...